Здравствуйте, в эфире нашего телеканала информационная программа «Семь минут». И сегодня у нас в гостях руководитель Рязанского медико-социального колледжа Наталья Литвинова. Здравствуйте, Наталья Ивановна. Здравствуйте. Я знаю, что совсем недавно вы вернулись из Екатеринбурга, где были на конкурсе средних профессиональных медицинских образовательных учреждений. Знаю, что приехали вы оттуда с победой. Мы вас поздравляем. Спасибо. Но хотелось бы узнать, что это за конкурс, каким образом он проходил и как вам удалось завоевать победу. Вы знаете, инициатива по организации этого конкурса принадлежит, конечно же, нашему Министерству здравоохранения Российской Федерации и Совету директоров средних специальных медицинских и фармацевтических образовательных учреждений. Направлен этот конкурс на то, чтобы повысить, конечно же, престиж образовательных учреждений, повысить престиж медицинских профессий со среднепрофессиональным образованием и, конечно же, обменяться опытом и заниматься развитием образовательных учреждений. Этот конкурс проходил в нескольких этапах и предусматривал участие всех образовательных учреждений Российской Федерации, а их у нас более 400. Причем они имеют различную подведомственную принадлежность, но все занимаются одним делом подготовки медицинских работников. Так вот, этот конкурс проходил несколько этапов. Он включал в себя региональный этап, субъектовый, он включал в себя окружной этап, то есть на уровне федеральных округов, и уже имел заключительный этап, который носил всероссийский характер. Так вот, наш колледж стал победителем на окружном этапе, этапе Центрального федерального округа и был выдвинен как кандидатура от имени Центрального федерального округа. Работа продолжалась на протяжении всего года, 2014-го, где мы подводили, обобщали опыт нашей работы и все итоги нашей работы, и, конечно же, представили как результат наш проект, который, в общем-то, и стал победителем на всероссийском конкурсе. Он имеет небольшую особенность, то есть каждое образовательное учреждение избрало для себя определенный акцент. Кто-то взял за акцент воспитательную работу, кто-то взял вопросы, связанные с занятостью студентов, трудоустройством студентов, кто-то различным внедрением различных инноваций. Наш колледж взял за основу программу информатизации нашего здравоохранения и, в том числе, нашего колледжа и участия в этом нашего учреждения. Так вот, представленный проект и, в общем-то, вызвал такую серьезную оценку на уровне всероссийском и, в общем-то, получил вот такой вот награду. Конечно же, мы считаем, что это награда не только нашего учреждения, но и всего всей нашей Рязанской области, потому что в нашей Рязанской области сформирован кластер здравоохранения профессионально-образовательный, где принимают участие не только наш колледж, но и, конечно же, наш медицинский университет во главе с Романом Евгеньевичем Калининым. И, конечно же, наши медицинские организации, наши социальные партнеры, для которых мы готовим наших специалистов. И непосредственно наше правительство Рязанской области, которое осуществляет системную очень работу по организации нашей деятельности. Скажите, а при подготовке этого проекта, который получил столь высокую оценку, кто в этом принимал участие? Педагоги колледжа, студенты? Можно сказать, это принимали все участие, потому что в рамках этого проекта много было подпроектов. Это и «Окно в мир», где студенты демонстрировали свои информационные технологии, используя их в образовательном процессе. Как на педагоги, так и студенты. То есть проект включал себя в содержание этого проекта, различные подпроекты. Если можно, немножко расскажите о деятельности вашего колледжа. По каким направлениям вы готовите специалистов? Как вообще строится образовательный процесс? Вы знаете, вот за последние пять лет в Рязанской области создана единая система. И колледж стал для здравоохранения Рязанской области ресурсным центром по подготовке, повышению квалификации, сертификации, аттестации медицинского персонала со средним профессиональным образованием. Мы занимаемся не только подготовкой, но и мониторингом потребностей специалистов в тесной взаимосвязи с нашими министерствами. И поэтому мы, проводя мониторинг, отслеживаем потребности той или иной специальности. Поэтому мы имеем лицензию на все образовательные программы, касающиеся отрасли здравоохранения. А что касается специальностей, то это, конечно же, все наши известные специалисты. Это акушерское дело, лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика, фармация. Ну и, конечно же, социальная работа, которая у нас немножко не вписывается в отрасли здравоохранения, но она обеспечивается специалистами социальную защиту населения Рязанской области. Насколько часто Ваши студенты после окончания колледжа идут получать уже высшее медицинское образование в университет? Каков процент тех, кто вот таким образом вначале подготавливает себя к высшему образованию? Очень интересный вопрос. Буквально закончился учебный год предыдущий. Я анализировала процент поступления в наш Рязанский медицинский университет. Процент составил 5% от выпуска. Это хороший результат, который говорит о том, что действительно существует потенциал среди студентов колледжа, готовых продолжить своего образования. Он может показаться незначительным, 5%, но это в то же время хорошо характеризует о том, что большинство выпускников все-таки ориентированы на практическое здравоохранение. То есть, в принципе, это оптимальная цифра. И я горжусь своими выпускниками, когда прихожу в наш Рязанский государственный медицинский университет, и они со мной здороваются. Я их вижу, и они успешно продолжают обучение. Если можно, несколько слов о планах на будущее. Планы, конечно, грандиозные. И они зависят от того, конечно, насколько востребованы мы будем в нашем регионе. Востребованы мы сегодня, конечно, очень хорошо. И в дальнейшем мы планируем развитие. Для этого у нас разработана программа развития нашего учреждения. Она согласована с нашим учредительным министерством здравоохранения. И эта программа направлена на то, чтобы в условиях, скажем так, профессиональной социализации наших студентов обязательно были вопросы непрерывного профессионального развития. Конечно же, мы должны готовить наших студентов, которые способны в условиях быстро развивающегося здравоохранения в нашем регионе. Они все-таки не забывали о своих качествах, таких как милосердие, доброта, участие к пациенту. Мы должны при этом предусмотреть различные новые инновационные технологии в образовательном процессе. А с этой целью у нас в колледже создан симуляционный центр. Мы разрабатываем различные методические технологии, которые позволят отрабатывать в этом симуляционном центре и командное взаимодействие, и взаимодействие в условиях непредвиденных ситуаций, которые возникают в процессе работы будущих специалистов. В этом симуляционном центре будут обучаться не только наши студенты, но и проходить повышение квалификации среднем медицинских персонала Рязанской области. Спасибо большое, Наталья Ивановна, за то, что вы сегодня к нам пришли. Мы еще раз вас поздравляем с победой. Спасибо большое. И желаем успехов в развитии. Спасибо. Ну а на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем вам всего самого доброго. До встречи в следующих выпусках. Субтитры подогнал «Симон»!